Остановим СПИД вместе. Белгородская молодежь присоединилась к Всероссийскому форуму с таким названием. В Центре молодежных инициатив собрались более ста участников. Почему обозначенная проблема становится все актуальнее и какие пути ее решения видят молодые люди, узнала Юлия Бекер. Более ста зарегистрированных участников, пять студенческих команд. Белгородская молодежь присоединилась к Всероссийскому форуму впервые. Собрание приурочили к приближающемуся Международному дню памяти умерших от СПИДа, который закреплен за третьим воскресеньем мая. В этом году девиз форума – активизация борьбы за здоровье и права. В холле Центра молодежных инициатив участников ожидала небольшая викторина, где студенты могли проверить свой уровень знаний о заболевании. Я думаю, очень важно, потому что сейчас многие об этом не задумываются. Цель молодежного форума – в доступной форме донести основные аспекты темы ВИЧ до студентов. Для этого был использован формат «Равный равному», когда с молодыми людьми беседуют их ровесники-медики. Это мероприятие в первую очередь направлено на ориентацию как школьников, которые, как вы видели, в зале сидят, так и студентов. Очень многие студенты и школьники боятся разговаривать с более старшим поколением на это. Поисковая система «Яндекс» ежемесячно фиксирует более миллиона запросов на тему ВИЧ. Эти и другие цифры ребятам привели волонтеры-медики. После беседы студенческие команды ожидал квест, который помог закрепить полученные знания. Все желающие могли пройти анонимное тестирование на ВИЧ. В основном болеют люди молодого трудоспособного возраста. Это 20-39 лет. Наибольшая концентрация, конечно, регистрируется у мужчин 30-39 лет. Но, тем не менее, у нас вовлечены сюда и молодые люди. В Белгородской области, по данным на 1 мая этого года, зарегистрировано более 4 тысяч ВИЧ-инфицированных. Причем, больше половины случаев – это передача вируса половым путем. Часто ВИЧ передается и при употреблении инъекционных наркотиков. Наибольшую концентрацию зараженных наблюдают в крупных городах – Старый Оскол, Белгород, Шебеки, Нагубкин. С момента регистрации, а это 92-й год, в регионе скончалось более 500 ВИЧ-инфицированных. Среди них 118 на поздней стадии болезни. Юлия Бекер, Александр Поддубный. К этому часу – Белгород. Редактор субтитров А.Семкин Корchter